Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и, соответственно, анализируем то интересное, что на них происходит. Напоминаю то, что эта неделя, в отличие от прошлой, у нас насыщена на очень важные макроэкономические отчеты. Мы стараемся не упустить ни один из них. В частности, сейчас уже можно говорить о том, что данные по инфляции в рамках всего валютного блока позади. Но впереди у нас точно такой же макроэкономический релиз, только уже американского происхождения. И ни в коем случае не нужно забывать о том, что также на повестке значится еще и ЕЦБ с возможностью внесения каких-либо корректив в денежно-кредитную политику. Для нас это сейчас самая интересная тема, потому что европейская валюта, по моему мнению, должна находиться сейчас гораздо ниже. И еще раз повторюсь, если бы не тот форс-мажор, который связан с Китаем, мы бы давно уже наблюдали пару евро-доллар недалеко от приоритетных значений. Но на все нужно время я понимаю то, что если форс-мажор появляется, нужно реагировать на него адекватно, потому что рынки самая непредсказуемая среда. И как только этот форс-мажор, скажем, исчерпает свой потенциал влияния на рынки, значит мы вернемся к тем трендам, которые прогнозировали до этого. Как я и обещал, вчера мы выложили на нашем официальном канале на YouTube среднесрочный прогноз в несколько обновленном формате, хотя, наверное, формат был полностью пересмотрен. Это больше интерактива, графики. Я думаю, что кто-то из вас уже ознакомился. Если нет, тогда приглашаю вас на канал. Посмотрите, очень интересен, конечно, фидбэк, обратная связь, потому что нужно точно понять, если этот формат, ну, вижу вот некоторые комментарии, замечательно вас устроил, значит мы делаем все правильно, будем продолжать, потому что в конечном счете все это для того, чтобы улучшить процесс восприятия информации для вас. Если понравилось, отлично, значит это было не напрасно, подготовим и в точно таком же виде следующий среднесрочный прогноз, но может быть даже будем постепенно переводить, по сути, каждый брифинг в нечто подобное. В общем, есть где совершенствоваться, тропа нащупана, давайте по ней тогда и двигаться. Что касается наших традиционных активов, начнем с нефти. Если есть возможность, параллельно откройте графики, посмотрите то, что клоус вчерашнего дня по бренду 28,74, то есть локального хайп 30,24, бренд снова корректируется, даже несмотря на прирост, который наблюдался по итогам, точнее большую часть вчерашней торговой сессии, все-таки бренду удержаться на положительной территории в принципе не удалось. И мы видели, как весь прирост был растерян уже к концу торговой сессии, и сейчас он торгуется уже в районе 28-29. В целом, значит, если проследить опять же дневки, мы сможем четко наблюдать тот факт, что негативный тренд, он продолжает реализовываться, никак не отпускают медведи этот актив. Но для нас это, конечно же, неплохо, потому что мы, исходя из наших амбициозных, конечно же, порывов, пытаемся добраться еще до более глубоких ценовых значений. Но за мировую экономику, конечно же, страшно, потому что мы понимаем, что такие коррекционные динамики, они просто так не формируются, на то есть серьезные основания. И главное основание – это та объективная слабость, которая характерна, в принципе, наверное, для всех регионов, которые сейчас составляют основу мирового экономического пространства. Напомню, что на позапрошлой азиатской торговой сессии у нас была возможность анализировать целый блок макроэкономических данных из Китая. Это промпроизводство, роничные продажи, инвестиции, капиталовложения, ну и ВВП. В целом, по отчетам, я думаю, повторяться не будем, вы также прекрасно посмотрели. Но единственное, на что я хочу сделать акцент, это на очень слабые темпы экономического ширения китайской экономики. 6,8%, чтобы вы понимали, это самый худший прирост за последние 25 лет. Поэтому жесткая посадка, она для экономики Китая по-прежнему характерна. Китай будет и дальше снижаться, и чтобы подкрепить вот эти субъективные предположения, более объективная оценка, я хочу предложить вам прогнозы Мирового энергетического агентства, да и Всемирного банка, который склоняется в пользу того, что Китай в этом году может просесть до 6,3%. Это даже хуже той оценки, которую закладывал я. Хотя, если такая статистика будет уже системой в рамках последующих кварталов для Китая, я думаю, что можно будет пересматривать и эти негативные ожидания. В частности, говоря еще про рынок нефти, что интересного было в рамках вчерашней торговой сессии? Международное энергетическое агентство сообщило о том, что в рамках 2015 года предложение нефти увеличилось больше, чем на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Да, это очень много. Ну и плюс ко всему был еще сделан дополнительный акцент на избыточное предложение с точки зрения того, что в 2016 году и в первом квартале этого года предложение продолжит расти. И поскольку мы уже с вами знаем то, что санкции с Ирана сняты, и Иран может быть на злобу дня, ну или по крайней мере для того, чтобы противостоять так агрессивно своему сейчас оппоненту Саудовской Аравии и не отказываться от идеи увеличивать ее предложение, значит у нас выработка будет расти в рамках мировой экономики. И нам следует готовиться то, что до конца этого квартала предложение будет увеличено на 300 тысяч баррелей в сутки. То есть, учитывая слабость мировой экономики и те цифры, которые мы сейчас анализируем, получается, что рынок нефти среднесрочно, ну долгосрочно уж тем более, будет и дальше находиться под серьезным давлением. Локальную поддержку, точнее, да, поддержку той идеи, которую мы лоббируем по нефти, будем также искать в статистике. В частности, на этой неделе АПИ и данные от официальных статистов Минэнерго США по причине праздника АПИ поехала на сутки, сегодня этот отчет выйдет в 21.30 по GMT, ну, соответственно, конвертируем московское время, это даже, можно сказать, уже раннее утро четверга. Я считаю то, что по причине, опять же, сезонных факторов закрытия ряда нефтеперерабатывающих заводов на техническое обслуживание, у нас есть возможности наблюдать прирост запасов. И вот вам, пожалуйста, еще один фактор уже локального характера, который может также толкать на бренд все ниже и ниже. Что касается Ирана, мы с вами уже обсуждали статистику и те цифры по выработке, на которые стоит ориентироваться. Знаем то, что Иран планирует уже до конца этого квартала увеличить производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, с текущих объемов 2.8 миллиона можно рассчитывать уже на выработку в 3.3, это много. Если действительно Иран не откажется от подобного вызова, который они, собственно, бросили текущей экономической и нефтяной конъюнтуре, значит, бренд реально пойдет к 25, далее будет 20, а там уже самые пессимистичные сценарии, которые могут указать на то, что минимальные ценовые значения для углеводородов, они находятся даже ниже самых мрачных оценок, которые мы слышали на протяжении 2014 года и 2015 года со стороны всех, кому не лень. Для нас пока самое важное, то, что тренд негативный сохраняется, мы вместе с нефтью продолжаем снижаться. У нас ближайшая цель это 25, но учитывая то, что за одну торговую сессию бренд может растерять процентов 7-8, а то и даже 10, я думаю, что среднесрочную цель можно уже вполне конвертировать в краткосрочную, потому что до 25 при неизменности новостного фона бренд может просесть действительно практически в любой день из предстоящих торговых сессий. Российская валюта в связи с этим также сдает, потому что уже у нас локальный хай выше 79, актуальная котировка на премаркете 79,07. Мы с вами идем на 80, но понимаем то, что вслед за этим сопротивлением, которые рискуют очень быстро стать поддержкой, будут еще дополнительные витки девальвации. Как только пара USDRAP окажется выше 80, готовимся к тому, что против рубля будет действовать еще и паника. На российском рынке спекулятивное давление, прессинг, которое мы наблюдали в начале 2014 года. То есть тогда, может быть, опять же, из-за настроенческого фактора мы сможем наблюдать локально еще более ускоренное ослабление курса рубля. Если центральный банк не вмешается, значит, вполне возможно, что пара замахнется даже на движение в район сотки. Но вмешается каким образом? Самый действительный инструмент, как уже показывает практика истории, это повышение процентной ставки. Но если центральный банк действительно пойдет снова на ужесточение монетарной политики, здесь негативных последствий для экономики будет еще больше. Но, как, опять же, если руководствоваться реалиями, наверное, приходится выбирать меньшее зло. Пока просто держим в голове подобные сценарии, будем говорить уже по факту, но видим то, что рубль все-таки, наверное, обречен на еще большее ослабление. Далее идем. Евро против американского конкурента. Актуальные котировки 1.09.54. В целом, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, буквально преимущественно все торги вторника мы наблюдали, как евро находился под прессом своего основного конкурента и, в принципе, продолжил тот негативный тренд, которым он открыл эту неделю. Но ситуация исправилась под конец торговой сессии. Возможно, это связано с тем, что если на азиатской и европейской торговой сессии трейдеры и участники рынка старались особо не негативить по факту выхода слабых макроэкономических данных из Китая, то американцы после того, как подключились к торгам после праздника в понедельник высмотрели в этом возможности для распродаж. Поэтому мы увидели уже снова перебалансировку рыночных настроений, основа переориентирования капитала в защитные активы. И, в принципе, вот этот эффект, он и сейчас резонирует, потому что мы видим, как евро растет постепенно, поскольку отыгрывает свой статус валюты фондирования. Растет и японская валюта, растет франка и понемногу набирают драгоценные металлы. Теперь, что касается статистики, на которую я делал ставку, это данные по индексу потребительских цен в рамках сначала о Германии. Здесь без изменений дефляционная составляющая и риски минус 0,1%, которые мы наблюдали в прошлом месяце, были подтверждены. И в этот раз, после выхода этого отчета, я уже практически на 100% был уверен в том, что и в рамках валютного блока мы тоже будем наблюдать слабую статистику. Но рынок, ну и, по крайней мере, европейские статисты дали нам другие цифры. Мы не увидели снижения, мы наблюдали даже не сохранение отчета на прежнем значении. Мы увидели прирост, потому что индекс потребительских цен в рамках еврозоны смог выбраться из отрицательных значений и сейчас колеблется, находится в районе нуля. Очень странно было наблюдать эти цифры, потому что, опять же, инфляция, она напрямую связана с ценами на энергоносители. Поскольку в этом году мы уже видим 20% ослабление, разумеется, логично было делать ставку на то, что индекс потребительских цен также оказался под серьезным давлением. Я допускаю возможность того, что европейские статисты имели дело с несколько устаревшими данными. Но для того, чтобы точно убедиться в этом, нам придется дождаться следующего отчета. И тогда уже я с большой долей уверенности сейчас даже готовлюсь, ну или, в принципе, анонсирую эту идею того, что мы увидим все-таки более слабый отчет, потому что именно на более низких значениях он и должен находиться. Такова практика, такова реальность и такая связь между, опять же, показателем по инфляции и ценами на энергоносители. Сегодня все внимание трейдеров будет уже посвящено американской статистике, также данным по инфляции. Если доллар, опять же, собственными силами сможет убедить трейдеров, что американская экономика имеет основания для постепенного роста этого индикатора, значит, обычье ралли возобновится к концу торговой сессии по доллару, и мы увидим соответствующий прессинг на европейский валютный актив. И не стоит забывать о том, что впереди у нас заседание Европейского Центрального Банка, Ставка и, разумеется, куда более интересное событие – пресс-конференция председателя ЕЦБ Драги, который непременно прольет свет на дальнейшие планы европейского мегарегулятора по монетарной политике, по, скажем, возможностям поддержки экономики, в чем она сейчас очень нуждается. И я полагаю то, что хотя бы вербально, но мы можем услышать, опять же, намеки на какие-то стимулы, связанные либо со снижением процентной ставки, либо через поддержку посредством более агрессивного выкупа активов. Поэтому для европейской валюты у нас по-прежнему на повестке дня серьезный фактор разгрузки. Если сценарий будет реализован в том негативном ключе, к которому я готовлюсь, значит, евро уже к концу этой недели сможет получить неплохой заряд для коррекции, и медведи снова начнут торжествовать. Нам это сейчас нужно, потому что у нас по-прежнему цель 1.05, ну, то есть даже коридор сохраняется 100+, 1.10, цель 1.05. И пока мы находимся в этом коридоре, не отказываемся от идеи, связанной с возможностью ослабления европейского валютного актива. Что касается других активов, фунт, аутсайдер, по-другому никак не скажешь. Такое ощущение, что он уже окончательно примерил на себе этот статус, потому что никак быкам не удается доминировать над медведями. Вроде бы как локальные порывы и наблюдаются, но это, опять же, в рамках нескольких часов, потому что потом снова лидерство берут медведи, и в итоге закрытие очередного дня на новых минимальных уровнях за много лет. Фактически за полторы недели мы наблюдали уже снижение пары фунт-доллар на 400 пунктов. Да, это, конечно же, много, но если обращать внимание на фундамент, наверное, вопроса возникать не должно, потому что и статистика, и ожидания, они все указывают на то, что британец должен быть среди аутсайдеров. Вчера, кстати, против фунта выступили комментарии председателя Банка Англии Карни о том, что английская экономика, может быть, даже дисконтирует одни из самых серьезных рисков по причине падения, спада мирового экономического роста. Индекс потребительских цен, по словам Карни, будет и дальше пребывать под давлением из-за снижения цен на энергоносители. Но, наверное, ключевым все-таки катализатором для разрузки фунта выступили прямые формулировки со стороны Карни о том, что Банк Англии вынужден пересмотреть прогнозы по срокам достижения целевого показателя по инфляции в 2%, исходя из этого, и сроков повышения процентной ставки. То есть мы с вами уже ориентируемся на то, что это произойдет не раньше 2017 года, пока точных оценок от Банка Англии мы не получили. Но не забывайте о том, что за последние три месяца Банк Англии уже также трижды пересмотрел сроки достижения и целевого показателя по инфляции, и возможности повышения процентной ставки. Поэтому спустя какое-то время, наверное, мы услышим точную формулировку со стороны Карни о том, что это действительно сроки не ранее 2017 года. Но мы уже знаем об этом, мы уже к этому готовы. И, в принципе, по этой причине мы продолжаем активно распродавать британцы уже на протяжении многих месяцев подряд. Вчера я предложил воспользоваться вам идеей селл-стоп с уровня 1.42.30, это и профитом 1.41, стоп-лоссом 1.42.80. Сейчас с актуальной актуировки 1.4153. Вчера практически мы добрались до нашего профитного ориентира, но все равно уже в хорошем плюсе. Я думаю, что при сохранении сегодня негативного тренда мы непременно доберемся до нашего целевого значения и, соответственно, закроем еще один профитный ордер. Далее идем. Доллар японская иена. Хотя не будем торопиться, пропустил я те отчеты, на которые сейчас нужно ориентироваться. Сегодня у нас по Англии довольно интересная тоже торговая сессия, поскольку в 12.30 по московскому времени нас ожидают данные по рынку труда Англии. Но среди целого блока отчетов, которые посвящены этому сектору, я рекомендую обратить внимание на динамику зарплатных плат, потому что от зарплатной платы мы пляшем, поскольку пытаемся прогнозировать рост инфляции, потому что если зарплаты растут, растет потребительская активность, растут и цены. Если зарплаты подрастут, в этом я очень сомневаюсь и буду крайне удивлен, если это случится, значит у фунта будет локальная поддержка. Но я предлагаю все равно делать большую ставку на ослабление, тем более, что у нас уже открыт ордер, нам просто осталось дождаться еще более глубокой просадки. Доллар японская иена. Вчера видели то, что доллар прессинговал против иены, действительно смог набрать еще несколько десятков пунктов, но сегодня уже снова коррекция, сегодня в лидерах японская валюта. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, помимо поддержки со стороны роста доходности американских трежерис, вчера в качестве катализатора для разгрузки иены можно было отметить еще слова Курады, председателя Банка Японии, о том, что при ухудшении макроэкономического фона, а в принципе мы именно это сейчас и наблюдаем, потому что за последнее время, точнее, если вы посмотрите на статистику, опять же, позапрошлой торговой сессии, мы наблюдали, как и промпроизводство просело на минус 0,9%, и в целом это сигнал того, что и ВВП будут хуже. Поэтому если из-за этой статистики Банк Японии будет вынужден снова пересматривать прогнозы по достижению целевого показателя по инфляции, для всех развитых рынков, чтобы вы прекрасно понимали, это 2%. Значит, от корректив монетарного курса не избежать, для нас это ожидание решения программы количественного смягчения. То есть слова Курады еще раз повысили привлекательность инвестиционной идеи, которая предполагает трейдинг пары USD иена на контрастности монетарных политик. ФРС у нас ужесточает монетарную политику, Банк Японии готовится к дополнительным мерам экономического стимулирования. Поэтому долгосрочно мы снова ждем роста доллара, ждем движения пары в район 120, но о цели вы знаете, это 125. Сегодня я особой поддержки ожидаю от статистики из США, в частности отчету по инфляции. Как я уже отметил, если тренд будет восстановительный, если отчет снова подрастет, вполне возможно. Почему бы нет? Если даже в рамках еврозоны мы увидели необоснованный рост, то в рамках США, где параллельно еще и растут заработные платы, здесь уже все, скажем, карты сходятся в пользу того, чтобы индекс прибавил неплохо. Если это случится, мы увидим возобновление роста доллара и, соответственно, снова движение пары USD иена в район ближайшей поддержки, точнее сопротивления уровней 120. Далее, Дион, USDCAD, мне кажется, может быть даже более интересный актив с точки зрения потенциальной волатильности сегодня, чем даже доллар, потому что в рамках Канады мы сегодня ориентируемся на заседание Банка Канады и возможное решение по снижению процентной ставки. Вероятность этого, на мой взгляд, процентов 80, может быть даже и еще выше. Я предлагал вам идею в рамках вчерашней торговой сессии buy limit с уровня 1.44.50, take profit 1.46, top loss 1.44. Сейчас пара USDCAD торгуется на уровне 1.46.30 и мы снова с вами добрались до профитного ориентира, поэтому по паре USDCAD уже зафиксировали три очень хорошие сделки за последнее время. Поскольку рынок подарил нам еще одну возможность зафиксировать прибыль до заседания Банка Канады, я считаю, что это настоящий сигнал, это знак, который мы должны использовать, а поэтому, с вашего позволения, я не буду, скажем, прогнозировать и давать вам какую-то рекомендацию в плане трейдинга сегодня. Давайте оставим рынок в покое сегодня по торговле канадцам, пусть уже он отработает, опять же, сегодняшнюю ставку. С большой долей вероятности мы сможем увидеть ослабление канадца, но не будем рисковать, потому что профит мы уже свой зафиксировали. Посмотрим затем, где сегодня USDCAD закроет день, а завтра уже со свежими силами, с фактическим отчетом со стороны Банка Канады вернемся к трейдингу и посмотрим, какие идеи можно еще на рынке поискать. Австралиец, актуальная котировка 0.6860, селл-стоп у нас с уровня 0.6850, профит 0.67, стоп-лосс 0.69. Сегодня из-за, опять же, не особой охоты вкладываться в рисковые инструменты, мы видим, как участники рынка выходят из, опять же, этих активов и делают ставку на рост защитных валютных активов, и не только. Драгметаллы тоже подрастают. Австралиец корректируется, нам это, собственно, и нужно, потому что мы ждем тейк-профита в районе 0.67. Как только эта сделка через отложенный ордер станет реальным ордером, который окажется в рынке, будем дожидаться этого значения. Ну, еще пару слов про золото. Актуальные котировки 1091.95. Предлагаю идею buy-stop с 1095, тейк-профитом 1110, стоп-лосс 1090. И все-таки я хочу выжмать позитив из золота, связанный с лунным Новым годом в Китае. И традиционно этот фактор, как обстоятельство, действительно может оказать поддержку золота. И, на мой взгляд, это последняя возможность для драгметаллов сейчас оказаться на более высоких значениях, потому что далее мы пойдем гораздо ниже. Из важных отчетов, как я уже отметил сегодня, следим за заработными платами в Англии в 12.30 по московскому времени, в 16.30 у нас индекс потребительских цен в США, в 18.00 по московскому времени это ставка Канады. Ну, в принципе, про эти отчеты мы уже поговорили. Волатильность, еще раз напоминаю, очень большая, поэтому мой ключевой посыл и самая главная рекомендация, пожалуйста, контролируйте риски. Потенциал прибыли может быть колоссальным на рынке, и вроде бы как может сложиться ощущение, что все спрогнозировано верно, осталось только эту прибыль взять. Но рынок очень часто переигрывает всех, поэтому контролируйте плечо, ни в коем случае не торгуйте с нагрузкой депозита больше, чем 1 к 10, и все будет нормально. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, знайте, что каналы коммуникации прежние. Это YouTube и наш Oromo Market со специальный аналитический раздел. Хорошей вам торговой сессии, и увидимся, соответственно, уже завтра. Всего доброго. До свидания.